Сегодня с вами снова я, Умалик, и мы продолжаем с вами изучать буквы. Следующая буква – это буква Каф. Это твёрдая буква, хотя у неё сифаты не сверхтвёрдые буквы, но она относится к твёрдым буквам, поэтому с огласовками мы услышим следующий звук. На сукуне, когда она у нас, у неё есть сифа калкала, то есть она читается резко, но здесь важно, чтобы она не произносилась с подачей воздуха. Когда часто делают в этом ошибку и говорят, например, ка-кы-ку, то есть это неверно. Или там а-кы-кы-кы, такой звук не должен быть, должно быть чётко, без дополнительных, без воздуха, без каких-то других звуков. Читаем примеры. Зук-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы фавку, фавку, олем, олем, قمر, قمر, лаقоб, лаقоб, умкум, умкум, екотеробе, екотеробе, екотерибу, екотерибу, ин колебе, если просто в арабском. Эта буква, если мы сравним ее с предыдущей, которую мы брали, буква фа, буква фа пишется все время на строчке, эта же буква, она отличается тем, что в отдельной позиции она пишется чуть-чуть ниже строчки, опускается хвостиком ниже строчки и она чуть-чуть поуже, если буква фа была пошире, но не опускалась, то здесь она поуже опускается и у нее две точки сверху. Да, в середине они совпадают с предыдущей буквой и в начале только точками будет отличаться, вернее в начале, ну и в середине, да, то есть будут точки только отличать их. Ну, в конце уже будет как и здесь, просто соединительная линия или без нее, если предыдущая с ней не соединяется. Итак, это была буква каф, читаем, ее прописываем и тренируемся. Баракаллаху фейкум, ассаляму алейкум, варахматуллахи, в баракету.